Девушки отдыхают Потому что, по-моему, кроме жидких обоев существует огромное количество и других Мы о них сегодня будем с тобой детально говорить А те обои, которые ты держала в руках, мы к ним обязательно вернемся, но немного позже Еще задовго до нашей эры китайцы выншли рисовый папир И сразу же начали его лепить на стены Серийного виробництва не было аж до 17-го столетия Шпалеры вручную размальовывали художники И коштовало это так, как зараз бы коштовали рулоны с золотым напилением Лише в 17-му столетии были сконструированы верстеты За допомогой которых можно было многократно наносить один и тот самый визерунок Не царская эта справа ремонтом перейматься Людовик 16-й так не думал И королевским указом запровадил новый стандарт Рулон мог быть 10 метров завдовушке и 53 сантиметра завширшке Чтобы удобно было клеить одному мастеру Дивно, но такие параметры сбереглись и до ныне Итак, давай разберемся Перед тем, как мы приобретаем обои, где бы то ни было Мы должны требовать соответствующий сертификат качества А еще лучше вот такой вот документ, который подтверждается на педемстанции То, что они будут вредны для твоего здоровья и здоровья твоей семьи Очень часто у людей бывают всевозможные дерматиты, головные боли, всевозможные проблемы с печенью и так далее Из-за обоев? Все это может быть из-за некачественных обоев в том числе Поэтому, если соответствующего документа нет, иметь дело с ними не стоит Лучше обойти их, как говорится, стороной С документацией разобрались и, наверное, в этом случае лучше покупать обои в специализированных, например, магазинах Ты знаешь, это может быть и на рынке, но при этом человек отвечает за качество товара, который он продает Каким образом они могут нам навредить? Смотри, мы не знаем, если нет вот такого вот вывода санэпидемстанции Какие красители использовал производитель, какие там компоненты Вредны или не вредны они для здоровья Какие виды обоев существуют на данный момент? На самом деле, бывают самые обычные вот обои, да, это бумажные обои, виниловые обои, флизелиновые, натуральные, текстильные, под покраску, стеклообои, жидкие обои, о которых мы говорили Очень большое множество А раньше, мне кажется, только бумажные обои были, и сейчас они тоже распространены? Они распространены, потому что они, по сути, самые дешевые Рулон бумажных обоев можно приобрести от 25 гривен там и далее За 10 метров? За 10 метров Есть также импортные бумажные обои, там немецкие, французские, они могут стоить там 140 гривен рулон Но, в свою очередь, бумажные обои также делятся еще на две подгруппы Давай подойдем к ним и рассмотрим Смотри, здесь у нас вот обои Симплекс и Дуплекс Все очень просто, да, названия очень смешные Симплекс это однослойные бумажные обои Вот давай их посмотрим Это просто плотная бумага Ты чувствуешь, да, ощущение на руках? Конечно, бумага, кстати, не самый худший вариант Потому что здесь какой-то блеск, даже аккуратно рисунок нанесет И такое чувство есть, что даже какая-то пленочка сверху нанесена Благодаря легкому покрытию сверху они могут быть слегка влагостойкие Ну, влажной тряпочкой их протереть можно, но вот уже мыть, глобально мыть категорически запрещено Значит, это у нас Симплекс Бумажные обои Дуплекс, они двухслойные Есть нижний слой, который является как основа, да, обрати внимание Он не размокает, когда мы наносим клей и хорошо держит форму Ну и непосредственно рисунок Они еще и тесненые Они тесненые, да Чувствуется, что дуплекс потолще Симплексом Поплотнее, соответственно, они и подороже Но дороже не намного Их легче клеить, они более прочные И это как раз та золотая середина, о которой стоит говорить, используя именно бумажные обои Они тоже водостойкими бывают? Если есть специальное покрытие, чтобы убедиться в том, влагостойкие обои или нет Нужно обратить внимание на опознавательные знаки, на значки, которые имеются на упаковке Но о значках мы поговорим немного позже с тобой Вот у меня есть такая целая книга, благодаря которой мы будем проводить небольшие эксперименты Вот смотри, любые бумажные обои, особенно недорогие бумажные обои, стоит проверить на качество красителя Никто не заметит, ни в коем случае не заметит даже продавец Если вы случайно возьмете платочек, так аккуратненько Или просто немножечко намочите водичкой И вот так вот с краешку, аккуратненько подойти И так вот потереть Тем более, что я все равно всегда с губкой хожу Влажные салфетки всегда на сегодняшний день имеются в сумке современного человека И что мы должны в результате получить? Мы должны посмотреть, не растирается ли краситель Смотри, вот маленький эксперимент, вот у меня это влажная салфеточка Начинаю... опа! Смотри, что происходит Небольшие действия нужно было провести, для того, чтобы убедиться в том, что качество красителя, конкретно вот этих вот обоев, является неудовлетворительным Давай еще... вот есть другие у меня обои, тоже бумажные, тоже недорогие Да, сейчас мы их также проверим Я беру чистую губку, ну и, соответственно, проверяю Усердно тру, еще раз тру Достаточно качественная проблема на лицо Казалось бы, ну чего нам мочить обои, да, пусть себе на стене висят Но когда мы будем их клеить, мы же все поразмазываем на белом свете Что касается самого процесса поклейки, получается, что бумажные обои не очень-то и практичные Бумага может разлазиться Очень тяжело состыковать подобные обои Дешевые бумажные обои, когда высыхают, они могут сжаться, они теряют форму И, знаешь, как вот бывает, гармошкой берут Если не учитывать определенные температурные требования, произойдет та же история Но, все-таки, это натуральный материал Так Он дышит Да Под ним не появляется грибок И такие обои, их легко и уверенно можно клеить в детских комнатах, можно клеить в спальных комнатах Ты сказал слово «дышит» по поводу обоев Что это означает? Сквозь поры, которые, естественно, имеются в бумаге, легко происходит циркуляция воздуха Но, учитывая то, что они недолговечные достаточно Их нельзя мыть, они выгорают, они все-таки собирают большое количество грязи в порах всевозможных Их в кухню, в ванную и еще раз в коридор клеить просто-таки нецелесообразно В детской комнате родители, которые все-таки надеются смыть творчество детей со стены, клеят моющиеся обои Вот смотри, есть хороший образец, это виниловые обои, такой сверху вспененный винил Стоит обратить внимание, что они как бы вот идеально подходят для того, чтобы их мыть Действительно моющиеся? Они действительно моющиеся Вот, пожалуйста, моющиеся обои, вот такая вот красота Но, чем обычно рисуют дети? Обычно чем придется, а иногда ручкой Обычной ручкой, маркеры всевозможные и так далее и тому подобное Смотри, мы берем ручку и вот так, ой, что-то порисовал И тут раз, мама зашла, ручку бросила Все, кто рисовал? Я не рисовал В данном случае мама говорит, не проблема, я специально поклеила моющиеся обои Это не задача для нас Добавляет моющее средство Начинаем мыть Мы моем, моем Жарко маме И, короче говоря, салфеточкой промокнем Что мы видим? Рисунок Никуда этот наскальный рисунок не делся Соответственно, делаем вывод, что в детской комнате Даже если ребенок его порисует и обои у вас моющиеся Это вам не поможет К примеру, у вас имеется дома домашнее животное Кот или два Кот, который является профессионалом в акробатике, скалолазании и тому подобных дисциплинах Он так вот прыгает на эти обойки и так вот начинает с пененой винил Вот так когтями Раз, два, три, четыре И к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что у нас абсолютно поврежденные обои А если кот старался не минутку, как я делал, а делал это регулярно В итоге красивые, моющиеся, вспененные виниловые обои превращаются в вот такую вот странно шероховатую поверхность А вопрос, зачем платить больше и тем более травить своих детей? Виниловые обои, знаешь, это такой особый химический состав Стерол, уретан и поливинилхлорид Благодаря тому, что этот материал ненатуральный Такое обилие всевозможных красок, решений, декоров предлагается именно виниловых обоях А по цене? Если украинского производства обои виниловые, да, они там от 55 гривен Если они на флизелиновой основе, они уже там 90-80-90 гривен могут быть Если они импортного производства, всевозможной шелкографии, там 180-190 гривен и выше Виниловые обои я бы рекомендовал как раз вот для проходных каких-то комнат Всевозможных коридоров, холлов, фойе И вот на кухне и ванной они также могут быть Мы не находимся там долго, они стойкие к перепадам всевозможным И именно они, если вы все-таки хотите по странному стечению обстоятельств использовать обои в ванной комнате Проживут там дольше всего Но есть один нюанс Виниловые обои не пропускают воздух Именно за виниловыми обоями постоянно возникают всевозможные грибки и плесень Как раз из-за отсутствия возможности циркуляции воздуха А как опасна плесень, мы с вами знаем Поэтому нужно быть очень осторожными в выборе мест, где можно поклеить виниловые обои Еще такой момент Эти обои, они не горят Они тлеют в случае пожара И выделяют очень такие токсичные всевозможные вещества Давай рассмотрим, вот какими они бывают на нашем стенде Смотри, у нас здесь есть вот виниловые, такие спененные обои на флизелиновой основе Есть виниловые у нас также обои на бумажной основе Ну, достаточно такой симпатичный рисунок Давай еще рассмотрим очень красивая такая шелкография на флизелиновой основе Сверху такие виниловые обои, для тех, кто любит по-богатому На самом деле они производятся методом горячего тиснения На что похоже тебе? На текстиль На ткань Да, очень похоже на текстиль Есть у нас виниловые рельефные на бумажной основе И еще есть виниловые спененные, да, вот такие обойки, опять же, на бумажной основе Смотри, в чем разница? Почему вот некоторые на флизелиновой, а некоторые на бумажной? Как ты считаешь, какие дороже? Наверное, на флизелиновой Да, и этому есть объяснение Гораздо удобнее такие обои клеить Почему? Если обои на флизелиновой основе, клей наносится исключительно на стену И клеится, если на бумажной основе, по традиции, по старинке мы наносим клей и на стену, и, соответственно, на обои Таким образом и больше клея у нас расходуется, и это гораздо менее удобно Следующие обои Это обои флизелиновые Их очень часто путают с виниловыми Я тебе объясню, почему Смотри, у меня здесь есть вот такая этикетка Вот сверху на английском языке все написано правильно Виниловые обои на флизелиновой основе Далее на русском языке написано правильно А читай, что написано внизу То есть, если я не обратил внимания на две предыдущие надписи Получается, что на этой этикетке указано, что обои флизелиновые Хотя, на самом деле, основа только флизелиновая А сверху у нас винил Флизелиновые обои, они дороже априори И абсолютно экологически чистые Без вариантов, обработаны они или не обработаны В их основе находится целлюлоза и текстиль И все Поэтому эти обои можно считать уверенно следующим шагом в безопасность Флизелиновые обои, это целлюлоза и текстиль Они вот сверху есть просто беленькие Обрати на них внимание Простенькие Да, простенькие беленькие Сверху мы их красим Ну и тем самым получаем необходимый нам цвет Кстати, если говорить о обоях под покраску Да, то в таком рулоне 25 метров Этот факт тоже нужно учитывать И есть уникальный у нас тут образец Обрати, пожалуйста, внимание Чисто флизелиновые обои Даже если вы никогда не занимались ремонтом Но зато шили когда-нибудь Вы знаете наверняка, что такое флизелин Это ткань, которую используют для уплотнения и придания формы Например, воротничок Ничего себе, я этой информации не знал Знаешь, вот флизелиновые обои не так часто встречаются на прилавках Потому что они где-то даже непрактичны Их нельзя мыть Они по свойствам своим очень близки к обычным бумажным обоям Но стоят гораздо дороже Но у флизелиновых обоев есть одна такая приятная специфика Они состоят из двух слоев И получается, что когда вы поклеили обои Прошло какое-то время И вы захотели поклеить что-нибудь другое Что-нибудь новенькое Вы, значит, что берете? Смотри Вот, обратите внимание Мы снимаем верхний декоративный слой Остается основа На которую потом мы можем сверху уверенно клеить другой вид обоев Судя по тому ассортименту флизелиновых обоев, которые мы сейчас рассмотрели У них не очень-то богатый расцвет Если это настоящие флизелиновые обои То получается, что они экологически чистые И, наверное, горят? Утверждают, что просто кусочек флизелиновых обоев, он горит Но если его уже наклеить на стену и покрасить То флизелиновые обои уже не горят Давай сейчас с тобой возьмем кусочек флизелиновых обоев Ага, зажигай Во! Смотри, как горит хорошо Ну, конечно Да Есть у нас вот покрашенные флизелиновые обои Сейчас мы проверим, как они горят В отличие от виниловых обоев, флизелиновые, когда горят, ничего особо вредного Не выделяют Это тоже важный момент Итак, смотри, у нас вот покрашенные флизелиновые обои Давай Давай проверяем, проводим эксперимент Смотри Ничего себе флизелиновые обои Нет, ну, конечно, не стоит экспериментировать дома таким образом Потому что Тарас для нас все это уже сделал Но эффект впечатляет, кстати Неужели у флизелиновых обоев нет недостатков? Их нельзя мыть Оседает на них много пыли И очень малое количество декоров Флизелиновые обои можно только один раз покрасить? Или можно несколько слоев? Ну, через полгода, например, взяла и сверху чем-нибудь закрасила Есть обои, которые можно перекрашивать до 10 раз Я бы это отнесла к достоинству Это серьезное достоинство Если обсудить обои под покраску Они какие у нас бывают? Бывают обыкновенные бумажные под покраску Виниловые, стекловолоконные обои Флизелиновые обои также под покраску Если говорить о тех людях, которые любят очень по-богатому То в их случае используются традиционно текстильные обои Стоимость начинается от 50 евро или там 500 гривен За рулон 10-метровый Традиционно хорошие текстильные обои Стоят в среднем где-то 800 гривен за рулон Давай вот посмотрим на наш образец Хотя бы потрогать Вот такой рулончик стоит 600 гривен Чувствуешь, какие они на ощупь? Да, так приятные Очень приятные, конечно же, да Они создают особый уют, особую атмосферу Они экологически безопасны Их можно чистить даже пылесосом Такие микроковры на ваших стенах Они прекрасно, кстати, поглощают звук и не выгорают Если вы все-таки решились, то эти обои порадуют вас и вашу семью Наверняка же у них и недостатки есть Но надо же как-то заставить себя отказаться от таких обоев Влажные чистки, глобально влажные чистки подвергать нельзя Все-таки они не стойкие к механическим повреждениям всевозможным Есть еще модные обои Бамбуковые Обои экологически чистые Тоненькие пластиночки бамбука с обратной стороны Или бумага, или вот такой легкий текстиль Они очень тяжелые Да Они очень тяжелые И для того, чтобы хорошо держались такие обои большим кусочком на отвесной стене И хвостиком прибивают? Вариант Потому что просто клеить нужен очень такой конкретный клей И он не всегда безопасен Сколько стоит рулончик? Такой рулончик стоит от 300 гривен В таком рулоне не 10 метров, а 6 Но где же все-таки поклеить такие бамбуковые обои? Коридор, гостиная, кабинет, спальня Они везде будут актуальны Вот еще очень оригинальные обои Из стекла, что ли? Да, стеклообои На самом деле, это такие волокна Они изготовлены из кварцевого песка, соды, извести и глины Само понятие стекловолокно внушает опасения В некоторых странах, я знаю, стекловата вообще запрещена Ну, стекловатой нет ничего общего Да? Стекловата, там очень тонкие такие ворсиночки Помнишь, вот как бы возьмешь стекловату в руки, потом чешешься полдня В данном случае здесь волокна гораздо толще И, соответственно, как бы того же эффекта быть просто-таки не может Хотя составляющие одинаковые То есть это безопасно? Кроме того, что они безопасные, они, понятное дело, экологичные, они прочные, они не боятся всевозможных когтей Они влагостойкие, ну, очень легко моются и не впитывают всевозможный запах Горят? Давай попробуем Давай Обои из стекловолокна, да, уже покрашены Мы также сейчас проверим, горят они или нет Внимание, поехали Как я и думала, стекло не горит Смотри, на самом деле, они не горят, они не плавятся И традиционно принято клеить подобные обои на пути эвакуации людей при пожарах А дома где их поклеить? В любой комнате они могут найти применение, если они подходят вам по декору Минусы стеклообоев? Эти обои только под покраску Нужен опыт, чтобы самому поклеить подобные обои А с декорами туговато Ну и, наконец, жидкие обои, которые вот я выбрала для того, чтобы слишком не трудиться, никакие стыки не делать Хотя вот так нанести, застыли жидкие обои, их мне хорошо Жидкими эти обои называют только у нас Продают их вот в такой вот сухой смеси Разводят водой и наносят на стену, как штукатурку В чем нюанс, например, этих обоев? Они состоят из хлопковых, шелковых, всевозможных целлюлозных волокон С добавлением определенного клеевого состава Смотри, они бывают с всевозможными блестками, добавлениями, но все равно при этом количество декоров достаточно небольшое Это обои на любителя Данное покрытие является специфическим и оно не является стойким всевозможным механическим повреждением То есть такие обои бы наносить где-то в местах, где проходит огромное количество людей, просто нецелесообразно Да и стоят недешево, 100 гривен за 4 квадратных метра Да, стоят они достаточно дороговато, мыть их нельзя Кстати, в случае повреждения есть специальные техники, которые позволяют, не переделывая всю стену, вернуть к жизни один кусочек, да, и как бы будет как ни в чем не бывало Это преимущество Да, в этом большой плюс Они воздухо- и паропроницаемые, шумоизолирующие, не остается отходов, при горении не выделяют токсичных газов При нанесении подобных обоев, если есть какие-то неровности на стене, всевозможные ямки, расход обоев, собственно, как и при нанесении штукатурки, в подобном случае увеличивается в разы Для каких помещений подойдут? Гостиная, спальная комната, детская комната, может быть Но я хочу сказать, что под подобные обои, вот коты как чувствуют, они очень любят точить когти именно об такие вот обои Спасибо тебе, Тарас, ты знаешь, такое огромное количество знаний вряд ли сразу уложится в моей голове Я их сверну в виде рулона обоев и использую в нужное время Есть какие-то правила, которые относятся буквально ко всем видам обоев, о которых ты сегодня рассказал? Где мы клеим обои? Если это детская комната, да если это спальня, там активно можно использовать, к примеру, или бумажные обои, или флизелиновые Несмотря на то, что количество оттенков достаточно и рисунков, и декоров небольшое у них Если нам нужно мыть постоянно стены, ну, это кухня, да, может быть, это может быть коридор, где большая проходимость Там мы используем какие-то виниловые обои, соответственно А если мы хотим периодически перекрашивать наши стены, тогда мы берем обои под покраску Надь, помнишь, я обещал поговорить немного о всевозможных знаках обозначения? Вот такая вот волна обозначает, что эти обои влагостойкие Если обои моющиеся, тогда две такие вот волнистые линии, и можно мыть с применением моющих средств Это три волнистые линии Вот еще один интересный знак Это когда клей наносится непосредственно на обои Обозначается вот таким вот образом Есть также знак, обозначающий, что обои имеют повышенную износостойкость Обозначается вот следующим образом Вот такое солнышко позволяет нам понимать, что эти обои можно клеить в местах, где обильно светит солнце И в данном случае они выгорать не будут Вот есть значок, обозначающий, что рисунок без подгонки А стыки абсолютно ровные Выглядит он так Если рисунок с подгонкой, вот этот вот знак Обратите внимание на него Это значит, что нам нужно учитывать тот факт, что обои нужно будет подгонять И, соответственно, брать их на 20-30% больше, чем вы изначально планировали Спасибо тебе, Тарас Это раньше у нас глаза разбегались от огромного количества обоев А теперь во время ремонта у нас каждый рулон обоев будет на своем месте И все будет добро!